Остается неизвестной судьба одного человека спасатели Обнаружили еще двух погибших при взрыве газа в шахтах 15 января 2019 года 26 Георгий Масалов сотрудники МЧС Обнаружили тело третьего и четвертого погибших В результате взрыва газа в жилом доме города шахта Ростовской области Судьба еще одного жителя дома неизвестна Власти заявили, что выплаты материальной помощи погибшим и пострадавшим Начнутся 16 января Поврежденное здание уже частично подключено к отоплению После обследования специалисты пришли к выводу, что его можно восстановить Спасатели нашли тело еще двух погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе шахты 14 января Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Будко Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 4 Мы находимся в стадии поисково-спасательных работ В настоящее время обнаружены тела еще двух погибших Они проживали в квартире 68, мужчина и женщина В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека, сказал он На данный момент остается невыясненной судьба еще одного человека Семеро были живыми и извлечены из-под завалов Пятерым из них была оказана амбулаторная помощь Еще двое, отец и его двухлетняя дочь, были госпитализированы в состоянии средней тяжести Также по теме Задача – определить судьбу пропавших Число погибших при взрыве в шахтах увеличилось до двух в шахтах Ростовской области Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего при взрыве газа в жилом доме Судьба трех жильцов Спустя время врачи заверили, что оба пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии Рядом с ребенком находится бабушка По результатам проведенных обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным Губернатор поручил сделать все возможное, чтобы облегчить ее состояние Говорится в сообщении администрации области При этом одна из погибших – мать пострадавшей девочки Власти поддержат семью погибшей Заявила уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова Во-первых, устанавливается круг родственников Во-вторых, пока это все будет восстановлено И на период реабилитации Конечно, им окажут помощь в жилищном вопросе Бесконтрольно никто ничего не оставит Цитирует ее Рея новости 15 января еще два жителя дома были госпитализированы в связи с ухудшением состояния В пункте временного содержания в школе вчера были осмотрены все жители дома, туда доставленные Кроме этого, среди доставленных оказалась родственница жильцов квартиры 68 Которая вчера была госпитализирована в связи с ухудшением ее состояния Женщина уже пожилого возраста Кроме этого, вчера нами по просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент по социальным показаниям Пациент-колясочник, который требует ухода Сказала региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская При этом все 12 человек, включая того, чья судьба остается неизвестной, проживали в четырех квартирах девятиэтажного дома Именно они были практически разрушены в ходе взрыва бытового газа Об этом рассказал журналистом губернатор Ростовской области Василий Голубев В зону взрыва попало четыре квартиры, в которых проживало 13 человек Но буквально час назад поступила информация, что 14-летняя девочка не находилась в данный момент в своей квартире Об этом сообщили ее родственники Поэтому речь идет о 12 людях, сказал губернатор Повреждены 16 квартир, в меньшей степени пострадали еще 12 квартир жилого дома Повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены, цитирует представителя штаба РИА Новости Также по теме организована проверка законодательства в сфере ЖКХ Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме города-шахта Ростовской области будут вестись круглосуточно Об этом Всего в здании, построенном в 1993 году, 72 квартиры Когда проводилась эвакуация, из него вывели 140 человек Впоследствии к ним присоединились еще 23 человека из примыкающей к поврежденному дому пятиэтажки Власти выделили для них 115 мест в гостинице Всем обратившимся будут предоставлены места Всего в гостиницах зарезервировано 115 номеров Предложены они всем пострадавшим, отметили в пресс-службе губернатора Сам Голубев добавил, что за размещением в гостиницах обратились около 30 человек При этом жителям, чьи квартиры будут признаны непригодными для дальнейшего проживания Власти обеспечить жилье за счет бюджета Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства Муниципалитет уже занимается подбором жилья Не исключен вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жилье Сообщили местные власти Компенсация коснется пострадавших Им намерены выплатить от 200 до 400 тысяч рублей Семь им погибших выплатит 1 миллион рублей Еще по 10 тысяч рублей будут выплачены пострадавшим в среду 16 января Оформлены документы на 79 человек О выплате им материальной помощи в размере 10 тысяч рублей Деньги им будут выплачены завтра, на третий день Кроме этого, оформляются соответствующие документы на выплаты гражданам, которые получили вред здоровью Сказал заместитель губернатора Вадим Артемов Даже во время проведения спасательных работ сохранялась угроза дальнейшего обрушения дома В связи с чем сотрудникам экстренных служб приходилось где-то разбирать, а где-то укреплять конструкции Причем работы не останавливались даже на ночь Работы продолжались круглосуточно Нужно было укрепить здание и провести обрушение строительных конструкций Задача на сегодня — продолжать поиски, определить судьбу еще трех человек Сказал Будко после обнаружения тела второго погибшего утром 15 января Для обследования конструкций здания на предмет его устойчивости спасатели привезли комплекс стрела По итогам анализа было принято решение, что поврежденный дом подлежит восстановлению Один из подъездов здания был подключен к отоплению уже вечером 15 января Только дали отопление, сейчас ходим, проверяем Свет со вчерашнего вечера есть, есть холодная вода, горячую, я думаю, к вечеру дадим Сказал ТАС-мастер управляющей компании Жилсервис Виктор Рудаков По факту взрыва в жилом доме шахт следственный комитет возбудил уголовное дело по Ч. 3 статье 109 УК РФ Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам Кроме того, власти объявили 16 января днем траура в городе На страницу галереи второе тяжелое происшествие напомним 31 декабря в многоэтажном доме Магнитогорско-Челябинской области произошел взрыв газа В результате которого погибли 39 человек Также по теме следы взрывчатки не обнаружены Сотрудники СК завершили осмотр завалов обрушившегося дома в Магнитогорске В Магнитогорске следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр завалов жилого дома Один из собственникам разрушенных квартир власти выплатит компенсации в размере 31,7 тысячи рубль За квадратный метр уничтоженного жилья СК ведет следствие в рамках уголовного дела по Ч. 3 статье 109 Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам Председатель правительства России Дмитрий Медведев в связи с авариями в Магнитогорске и шахтах поручил своему заместителю Виталью Мутко проанализировать документацию и полномочия различных ведомств и организаций в сфере газификации С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению Включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, и на обязанности управляющей компании в этой сфере, сказал премьер-министр